Отстоять участок земли на Таирово собрались десятки местных. Говорят, за высоким забором на Глушко активизировались работы. В ближайшее время здесь может появиться новая высотка с подземным паркингом. У нас сейчас просто бич на Глушко этих незаконных строек. Просто я понимаю, что больше мест нету и вот они сюда, вот этот вот участок, лезут, 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 как тараканы. Когда-то, рассказывают местные, здесь находился детсад. Последние лет 15 территория была заброшенной. Два года назад ее отдали в долгосрочную аренду частному предприятию, которое люди связывают с бизнесменом Вадимом Альпериным. Сейчас на территорию бывшего детского сада уже завезены трубы. Местные уверены, готовятся прокладывать новые коммуникации. О том, что здесь готовятся к строительству высотного дома и уже начались какие-либо работы, можно только догадываться. Никакого информационного стенда на месте нет. Зато документы на возведение высотки есть, хотя целевое назначение земли не изменено. Она отведена исключительно под общественную застройку. К примеру, здесь может быть детсад, поликлиника или школа. ГАСК, в свою очередь, выдает разрешительные документы на строительство. Вот мы видим план дома, многоэтажки, жилого, 16-24 этажа. Здесь 4 секции, это приблизительно 600 квартир. Как мы видим, прямое нарушение законодательства Украины. Сейчас здесь всего один детсад из шести запланированных. Группы, рассказывают, люди переполнены. Детям иногда приходится спать вдвоем на одной кровати. На этой территории жители микрорайона требуют восстановить дошкольные учреждения. Детский сад или какую-то зону отдыха. У нас здесь нет ни одного парка, у нас нет здесь сквера. Вообще просто вечером выйти, где-то посидеть, отдохнуть нет. У нас должен быть проект стройки микрорайонов, благоустройство, дороги. Это все было просчитано 40 лет назад. Наши дома стоят коробкой, чтобы здесь детям было спокойно. Это красивая зона, зеленая зона. Коллективные обращения в мэрию и депутатские запросы пока никакого результата не принесли. Люди готовятся к дальнейшим акциям протеста и уже готовы перекрывать дороги, чтобы хоть как-то привлечь внимание к своей проблеме.